Приветствую вас на очередном уроке иконописи. Сегодня мы попробуем нарисовать буквы. Те буквы, те слова, которые обычно изображают на иконах. Обычно это имена святых, тем самым икона подписывается. И для начала мы возьмем карандаш и линейку, и мы сделаем такую полоску в 3 сантиметра. А потом уже, как видите, я взял цветной карандаш и этим цветным карандашом я начал рисовать первую букву. Сам церковно-сновянский алфавит вы видите на своем экране. На самом деле буквы очень похожи на современные. Некоторые, конечно, отличаются, но в основном очень похожи. То есть, вот первые буквы вы даже, можно сказать, не отличите от нынешних. То есть, понять их очень просто. Вот. Тут главное понять строение, строение буквы. Обычно оно состоит из таких палочек. То есть, вам нужно научиться нарисовать четкие прямые линии и без линейки. Чисто на глаз и твердостью своей руки. Вот видите. Впрочем, букв стоит не только из палочек, но и есть некоторые закругления. Но их уже изобразить не так сложно. Также нужно понимать пропорции буквы. То есть, расстояние. Ну и конечно же нужно, чтобы они были на друг друга похожи в плане расстояний. Сейчас я вам рисовал два варианта одной буквы. Это можно сказать заглавная и маленькая. Вот. Первая, конечно, посложнее. Вторая, но уже такой более простой вариант. Вот. Вот. Но я буду рисовать маленькие заглавные не ко всем. Ну, потому что обычно они очень похожи. Просто одна больше, другая меньше. По высоте. Но бывает и отличаются. Но не всегда. Вот. Тут нужно понять, что вот расстояние внутри было похоже на расстояние самой палочки. Либо чуть больше. Вот. И когда я нарисую уже вот другую букву, вы уже поймете, что они, да, они очень даже похожи в плане расстояний. Да. Это потому что важно. Ну, следующая буква тоже будет стоять с такой вот палочкой. А затем чуть поменьше. И наверху еще чуть поменьше. И вот нижнюю мы просто соединим с главной. Вот. Надеюсь, вам хорошо видно. Хоть и некоторая тень от руки присутствует. Впрочем, надеюсь, она вам не помешает раскрытеть. Вот. Но я не скажу, что у меня здесь прям удачный заворот получился. Его нужно как-то более погрубше делать. Ну, здесь при моем рисовании нужно делать скидку на то, что я все это снимал, и передо мной стоял штатив, который мне некоторым образом загораживал обзор. Ну, мешал, в общем. Поэтому те буквы, которые я нарисую, будут не идеальны. Но для начала как практическое пособие вполне подойдет. И вам нужно будет точно так же взять и попробовать их нарисовать. И это не сложно. Мы же еще в школе просто рисовали при письменной буквы, да? Но сначала было сложно. Мы смотрели, а как они рисуются, какие-то элементы. Но затем мы просто запомнили, как они изображаются. Точно так же здесь. Стоит несколько раз порисовать, и затем уже будет легче. И, как видите, они, ну, не отличаются, например, вот эти вот буквы от современных. Очень даже похоже. Ну, первая, может быть, отличается, да. А вот вторая и третья, нет. То есть это как наша буква боевая. Вот. И внизу обязательно делаем такие вот привычки, да. Вот, видите? Это очень важно, что вот они вот похожи по толщине этих палочек и расстоянием внутри буквы. Это очень важно, вот видите? Вот. И следующая буква вообще простая очень. Тут палочка побольше, палочка поменьше и такой элемент. Но можно и без него. Это уже как хотите. Вот эти вот красивости, вот эти вот завиточки, они продают художественности самому вот этому шрифту. Ну, если вам нужен какой-то более попроще, вы можете обойтись и без них. Ну, а можно вообще-то такие зыткие очень красивые делать. Это уже на ваш вкус. Ну, а когда вы поймете строение букв, то потом вы можете просто взять любую икону, посмотреть, какая там надпись и повторить. Повторить. Просто повторите и все у вас получится. Тут главное развить глазомер, чтобы на глаз определять вот это все расстояние. Ну, и твердость руки тоже развить, чтобы вот четко делать четкие линии. Потому что, насколько я помню, поначалу это удавалось мне сложно. Ну, ничего. Там происходит какое-то обучение мозга. Да, какое-то происходит перестройка мозга, и он научается вот это вот изображение четких линий. Без каких-либо линейк и тому подобного. Я не думаю, сказать-то больше и нечего. Об этих буквах вы видите все на своем экране. Как я их изображаю. Там будут некоторые буквы в одном варианте, а некоторые будут вот с маленькими. Как их можно еще нарисовать варианты. Но если я какие-то забуду, вы увидите в конце. Но тут поступило от зрителя мне несколько вопросов об этой профессии. О профессии конописца. И первый вопрос. Почему ты этим занялся? И, кстати, ответ мой будет связан именно с этими шрифтами. А какая связь, вы спросите? А связь, связь такая, что я обучался в лицее после девятого класса. Там я обучался на художника-оформителя. То есть, ну, это такая вот советская профессия. То есть, обучение на советскую профессию. Ну, потому что, видимо, в советское время художники использовались, ну, например, на заводах. И там рисовали плакаты. Агитационные плакаты. Агитационные плакаты. Или праздничные. Вот. Ну, а что главное в плакатах? Это надписи, шрифты. И вот в этом лицее или по старинному ПТУ обучали именно шрифтам. Мы даже этим пером их рисовали. Когда вот такой четкий линии делаешь пером. Ну, а также и от других рисований. Нас там обучали рисовать эти самые шрифты. Даже там смотрели газеты. Какие-то там, ну, рекламные тексты. И их повторяли на листе бумаги. Помню такое. Но я не скажу, что мы там прям чему-то научились. Ну, скорее, мало чему. Поэтому, когда я уже пришел в иконописную мастерскую, я там уже, конечно, понял, что, ну, да, мне это не особо дается. Впрочем, это оказалось делом поправимым. И я все-таки научился чему-то. Пусть и не идеально, не супер, но чему-то научился. И вот обучался я в лицее. Да. Ну, и его, конечно же, закончил. Ну, это как закончить 10, 10, 11 класс. Ну, вышел вот с профессии художник-оформитель. Только вот незадача. Плакаты уже никому не нужны. То есть обучение происходит по каким-то советским нормам. А в современном, в современное время они уже не нужны. То есть и куда ты пойдешь художник-оформитель? Никуда. Да. Вот в чем проблема. Вот если бы обучали какой-нибудь дизайн, это было бы болезней. А так вообще ни о чем. Особенно во времена, когда есть принтер, и любой живет в любую рекламу. Она просто распечатывается. Да и рисуется ведьма на самом камплю. А мы рисовали от руки. И поэтому, а кому мы нужны такие вот, которые там от руки рисуют? Не нужны. Когда мы выпустились, нам просто не хватало таких вот компьютерных навыков. Впрочем, кто решил стать художником? У того варианта работы очень мало. Вы это можете сами удостовериться в Авито. Просто зайдите на Авито. И там выберите категорию искусства. Вакансии искусства. И вы увидите, что предложение для художников. Один-два. Или практически нет. О чем говорит? Что прописит с опты и не нужно. Я вот захожу на этого. На Авито и вижу, что нужен аниматор. Это как бы искусство. А художники? Не нужны. Дизайнеры, да. Но... Прям вот чтобы... А кому нужны твои картины? Нет, не нужны. Так. Они будут нужны только когда ты сделаешь себе имя. Или твои картины будут просто уникальнейшие. Ну, в общем, сосед стучит. Поэтому будет много дублей. Но ничего. О чем-то я закончил. Ага. В общем, вот ты закончил какое-то... Пусть и незначительное образование получил. В плане художника. И оказывается, что ты никому не нужен. Таких вакансий нет. Ну, ты тогда-то прикидываешь, а где же изображают вручную что-то. Ага. Какие-нибудь сувениры, может быть, расскажу. Да, вполне такую работенку можно найти. Какие-нибудь игрушки там. Не знаю. Какие-нибудь игрушки какие-нибудь. Расписывать матрешки. Да, это вполне можно найти. Ну, что еще? Что еще? А вот если нет своей энергии никакой? Ну, что тогда? К тому же и места всегда ограничены. Что же тогда? Что еще остается? А, вспоминаешь, есть же вот иконописи, пишут иконы. Да, их пишут вручную. Попробую. И это пользуется спросом. И тогда, тогда ищешь. Ага, вот есть в городе иконописный мастерская. Что ж, попробую. Вот. И это и стало началом моего дальнейшего обучения. Куда я уже пришел и обучался. Впрочем, мне не показывали так, как я вам показываю. Но ничего. Я просто сидел и мне давали какую-то надпись, я должен был ее повторить. Ну и вот сидел по 8 часов и пытался это сделать четко. Конечно, не получалось. Но со временем, когда мозг мой как-то перестроился, я стал уже как-то лучше, лучше, лучше. Присывать. Конечно, сейчас времена другие. Сейчас для художников больше возможностей. Так, например, один у меня художник какой-то. Ну, на виду тоже так написал. Ой, знаете, я тут увидел ваше объявление. Ну, по иконописи такой. А я вот, ваш коллега. Ну, он иконы не пишет. Он рисует на планшете. То есть берет планшет и что-то там изображает. Вот. Такая вот есть деятельность художника. То есть когда я выпускался, не было такой популярности компьютерного изображения. То есть игры, конечно, были. Но чтобы такой прям доступности, планшеты там или нет, ничего этого не было. А сейчас, сейчас уже другие времена. Ручное изображение рано или поздно сменит. И печать, и компьютерная. Вот сейчас это нейросеть. Вы видели, как она изображает? Ой, да я так в жизни изображу. Что она делает? Так что вот. Она делает, причем просто за секунды. Ну или за минуту. Очень крутые изображения. Нелесите. Да. Ну, как видите, и человек что-то может. Нужно ли этому обучаться? Ну, как хобби вполне. Как хобби вполне. Ну, вот. Я уже не помню, был в чем вопрос. Мне кажется, я на него ответил. Ну, что она делает. Кто-то, почему она делает? Почему она делает? Круто, почему она делает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...